Физкульт привет, друзья и ученики! Вы часто меня спрашиваете, как при больных моих плечевых суставов я могу тренироваться, как я тренируюсь. Скажу сразу, я ограничиваю амплитуду движения практически во всех жимовых движениях, что для грудных мышц, то и для дельтовидных. Но и тяги вызывают тоже определенные проблемы, поэтому я нахожу тот участок амплитуды, который не вызывает дискомфорта, не вызывает боли. А тут на днях я провел тренировку с Тиаго Себастьяном, Ред Халком, который готовится в 2017 году покорить Арнольд Классики, получить прокарту. Кстати, делает это он сейчас под руководством Густава Баддела. Я тоже иногда к ним приклеиваюсь и провожу совместные тренировки. И вот хочу вам показать один секрет, о котором я раньше тоже не додумывался сам, но находил это именно в укороченной амплитуде. Обратите внимание, как мы будем сжать в тренажере. В принципе, если вы работаете с гантелями и со штангой, это тоже подойдет. Опускать руки нужно только до того момента, когда ваше плечо, а вы знаете это от локтевого сустава до плечевого сустава, где бицепс-трицепс, на самом деле это называется плечо, будет параллельно земле и выжимать вверх на прямые руки. Вы удивитесь, но дельты при этом испытывают очень хорошую серьезную нагрузку. Вы сможете работать с серьезными приличными весами, но сустав при этом не будет вас беспокоить. По крайней мере, у меня так происходит. Тяго это делает по своим собственным соображениям. С плечами у него все хорошо, суставы у него не болят. А для меня это оказалось хорошим открытием, когда я смог хорошенечко поработать над дельтами. Обращайте внимание, опускаем только до параллели. Угол в локтевом суставе получается ровно 90 градусов. И выжимаем вверх. Можно работать с серьезными весами, с реально серьезными весами. Вам это понравится. Найдите хороший тренажер, но лучше, конечно же, попробуйте работать с гантелями. Потому что тренажер все равно диктует свою амплитуду, навязывает вам амплитуду. Вы не сможете подстраиваться под движение. Но если тренажер при этом не вызывает дискомфорта, вы можете смело в нем работать. Единственное, конечно же, обращайте на свои внутренние ощущения. Работайте по ощущениям. Не хотите навредить себе, не работайте через боль. Даже легкий дискомфорт должен вызывать у вас настороженность. И вы должны четко ограничивать амплитуду только тем участком, который не вызывает боли и даже дискомфорта. Если вам понравится, пишите в комментариях. Я выложу полностью всю тренировку Дельт с Тиаго. И буду выкладывать, естественно, все тренировки, совместные с Густаво Баддолом. И посмотрим, чего добьется Тиаго. Сможет ли он покорить Коламбус, покорится ли ему Арнольд. И получит ли он прокарту, о которой он давно мечтает. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...